Добрый вечер, друзья. С вами канал MJC. Сегодня мы проведем тихток на тему, куда может пропасть память в Java, в Spring Boot и как это все связано с докер-контейнерами. Об этом нам сегодня расскажет Кирилл Плачков с IPAM. Кирилл, привет, как дела? Всем привет, ребята. Дела отлично. Супер. Смотрите, мы, наверное, проведем это так. То есть Кирилл будет, наверное, в течение часа это все рассказывать, чтобы не сбивать его, чтобы в тайминге ложиться. Мы не будем отвечать на вопросы по ходу презентации и лайфходинга, но Кирилл обязательно ответит на все вопросы после того, как закончит. Вот. И, наверное, сделаем так же, как в прошлый раз. За самый интересный вопрос мы подарим ключик для IntelJ IDEA. Я думаю, Кирилл выберет самый лучший вопрос в конце, поэтому не стесняйтесь, пишите по ходу дела ваши вопросы в YouTube, в чат. Вот. Я думаю, можно начинать. Кирилл, погнали. Хорошо. Спасибо, Паша, за представление. Всем привет еще раз. Меня зовут Кирилл Клачков. Как Паша уже сказал, я работаю в компании IPAM порядка восьми лет. Вот. Ну, собственно, я Java-разработчик, поэтому весь мой опыт, все мои проекты были в Java-домене, Java-технологиями и всем, что около Java. На данный момент у меня есть опыт работы в качестве delivery-менеджера, стрим-лида, ну и просто девелопера, в принципе. Вот. Также последние несколько лет работаю в проектах, которые связаны с микросервисной архитектурой. Вот. Поэтому, в принципе, рассказ пойдет о каких-то применимых к практическому использованию вещах, с которыми реально два дела сталкиваться и так далее. Окей. Собственно, в чем же дело, почему мы здесь собрались? Дело в том, что некоторое время назад на реальном продакшн-проекте мы начали замечать одну проблему. Наше приложение деплоилось в клауде, и у нас был достаточно мощный сетап с точки зрения хардвея, то есть было достаточно производительное железо с большим количеством памяти, но при этом мы обратили внимание, что в какой-то момент мы начали довольно часто ловить out-of-memory error на нескольких наших Java микросервисах. Вот. Ну и, собственно, в результате выяснения причин появилась достаточно интересная информация, о которой я решил поделиться с большей аудиторией, рассказать, так сказать, более широкому кругу людей. Вот. Про опыт, который мы реально встретили на проекте. Собственно, какая цель у текущего доклада? Цель выяснить, как Java ведет себя в докер-контейнерах, есть ли какие-то подводные камни или особенности поведения в докер-контейнерах. Определить распространенные проблемы, связанные с конфигурацией памяти в Java, поскольку конфигурировать память можно достаточно по-разному. Определить ключевые различия конфигурации в Java между наиболее популярными версиями, поскольку на данный момент, как мы далее увидим, используются несколько версий Java достаточно широко. Вот. И понять, сколько памяти примерно нужно типичному Spring Boot микросервису. Я говорю типичному, опять же, дальше скажу подробнее, по той причине, что на самом деле задачи, которые стоят перед микросервисными приложениями, ну, зачастую достаточно схожи между собой, и, в принципе, можем посчитать какие-то значения вот для такого типичного микросервиса. На этом экране вы видите состояние Java-экосистемы. Это один из слайдов. Эта информация регулярно собирается JetBrains-компанией и доступна, в принципе, в паблик-доступе. Там в конце будет линка на конкретно эту страницу, ну, и там можно будет походить рядом. Собственно, здесь мы видим, что за 2020 год по статистике наиболее популярной была именно восьмая Java. Следом за ней идет одиннадцатая Java. Также мы видим, что наиболее популярный способ упаковки веб-приложений – это Java-архив, запущенный на Embedded сервере. В принципе, картина довольно ожидаемая, довольно понятная. Я думаю, даже с восьмой-одиннадцатой Java тоже понятно. Как бы восьмая слишком долго была в тренде, и постепенно продакшн-приложение уходит с нее на следующую, имеющую лондон-саппорт, то есть одиннадцатую, но на данный момент все еще восьмерка лидирует. Здесь тоже некоторый подбор статистик, который говорит о том, что деплоить приложение наиболее, ну, наиболее популярный способ деплоймента – это Spring Boot, нежели какой-то выделенный аппликейшн-сервер и деплой руками, подкладыванием артефакта. Это тоже все за двадцатый год. Собственно, здесь хотелось бы просто отметить некоторый довольно типичный сетап Java-приложений, которые деплоятся в клауде, ну, или, можно сказать, микросервисного приложения, написанного на Java. То есть, как показало время, показала практика, наиболее удобно брать бутовое приложение с Embedded Application Server, запущенное в Docker-контейнере, который, в свою очередь, развернут в какой-то клауд-платформе, там, в Амазоне, в Ажуре или в GCP или где-то еще. Ну, и здесь я просто указал, что наиболее популярная версия – это либо восьмерка, либо одиннадцатая. Потому что, как бы, сравнивать во всех аспектах все имеющиеся версии, наверное, это был бы оверхенд для этой презентации, да и вообще. Поэтому будем фокусироваться вот на этих двух версиях, как наиболее популярных. Окей, значит, с приблизительным сетапом микросервиса, развернутого в клауде, мы тоже определились. Это, в принципе, я думаю, и так все знают, просто, как бы, имело смысл обозначить я. Ну, и, собственно, первый вопрос, который нам может прийти в голову – это, действительно ли нам стоит ограничивать явно Java память. То есть, может быть, Java достаточно умная, чтобы самостоятельно выбирать определенную часть памяти, доступной на машине, и ее использовать. Собственно, давайте посмотрим. На этом прайде я привел пример конфигурации достаточно простенького приложения, которое будет демонстрировать нам некоторые особенности. Я думаю, что мы сразу перейдем к Live части и посмотрим это все на живом примере. Собственно, давайте быстренько покажу, в чем суть конфигурации этого приложения. Как я уже сказал, это очень простое Spring Boot приложение. Все, что оно делает, это оно составляет get-in-point, который генерирует out-of-memory error. Вот. HIP out-of-memory error. То есть, он в бесконечном цикле накидывает в течение в коллекцию, ну и, естественно, в какой-то момент происходит out-of-memory error. Единственная оговорка здесь – это то, что этот error я явно качу. Это необходимо исключительно для демонстрационных целей, потому что, как бы, если этот error не качит, то просто контейнер будет умирать, и мы не сможем посмотреть некоторые параметры этого контейнера перед тем, как он упал в out-of-memory error. Поэтому вот этот кач – это исключительно в демонстративных целях, и он, на самом деле, ни на что не влияет. То есть, мы знаем, что просто в определенных ситуациях, если бы не было такого кача, то контейнер бы просто умирал. Что касается докер-файла, тоже максимально все упущено. Здесь я подготовил несколько версий имиджей, которые мы будем использовать, поэтому я буду их менять периодически. И, значит, также я подготовил билд-скрипт для того, чтобы он пересобирал имидж и стартовал его. Вот, ничего особенного, чтобы не делать несколько действий руками. Здесь предусмотрен параметр в java.op переменную. То есть, есть возможность передать ограничения именно java.py памяти или любой другой jvm-параметр, но мы им не будем пользоваться. Единственное, что я бы хотел отметить здесь – это то, что мы ограничиваем сам контейнер. Одним гигабайтом памяти, поскольку мы как бы эмулируем поведение на некоторой хост-машине, которая имеет сильно меньшие параметры, чем на котором я это показываю. Поэтому контейнер будем ограничиваться одним гигабайтом, в остальном все по дефолту никаких особенностей. Ну, еще, наверное, я скажу один момент перед тем, как мы приступим к демо. Это как именно я выбирал Docker Image. Как вы видите, здесь используется JRE Alpine. Также я буду показывать на OpenJDK Image. Ну и, на самом деле, пройдемся по нескольким версиям восьмой java на Alpine. Дело в том, что для восьмерки Alpine, наверное, один из, по крайней мере, на нашем проекте он использовался. Это, во-первых, почему мы его демонстрируем, почему я его демонстрирую. Во-вторых, Alpine для восьмерки был достаточно популярен по той причине, что существовало довольно много версий. Был Slim, был классический Alpine, то есть можно было там выбрать урезанную версию при необходимости. Ну и, собственно, как бы именно в этом имидже, в том числе в нем, проблема вышеуказанная воспроизводится. Потому что некоторые имиджи умеют фиксать проблемы, о которых я буду говорить искусственным образом, на уровне самого имиджа. Ну и посмотрим пример на 11-й java, на имидже 11-й java от Adopt OpenJDK. Опять же, Adopt OpenJDK здесь выбран по той причине, что Alpine уже не выпускается для 11-й java. Соответственно, Adopt OpenJDK это наиболее популярный имидж, насколько я знаю, сейчас для 11-й java. Давайте приступим, собственно, к демонстрации. Для начала давайте запустим DockerStats, чтобы мы сразу могли мониторить состояние контейнера. Так, хорошо, давайте немножечко разграничим эту область и сразу же в одной консоли будем смотреть за поведением нашего имиджа. Давайте сделаем, давайте даже не совсем так, давайте я здесь запущу наш скрипт. Так, одну секунду. Пробел здесь не поставил. На это ошибку не просить внимания, он просто убивает текущий запущенный контейнер. Если его нет, он ругается, что нет контейнера, это не страшно. Но это нужно просто, чтобы можно было перезапускать многократно. Хорошо. Собственно, наш имидж сбилден, контейнер запущен. Давайте посмотрим DockerStats. И обратим внимание, как бы, какие параметры есть у запущенного контейнера. Собственно, мы видим ограничение в 1 гигабайт. Также мы видим, что сейчас это приложение использует 122 мегабайта. Давайте вернем наш endpoint и посмотрим, как себя повезет приложение. Обращаем внимание, сейчас мы используем 8 Java, 122 билд. Давайте через Q вернем наш localhost на 8080 к порту и вызовем наш endpoint. Смотрите, здесь мы наблюдаем достаточно интересное поведение. Как вы помните из кода, который я показывал ранее, мы качим error, out-of-memory error, и принтуем просто это сообщение в консоли. То есть, если бы не было кача, вот на данном этапе приложение бы упало. Как вы можете обратить внимание, мы словили out-of-memory error в тот момент, когда у приложения был еще достаточно большой кусок памяти, доступный в контейнере. То есть, как вы видите, лимит контейнера 1 гигабайт, но по какой-то причине мы упали с out-of-memory error на хитре уже на 280 мегабайтах. Что как бы не есть хорошо, по причине, что если мы реально в клауде платим за гиговую машину, наверное, мы бы хотели утилизировать этот гиг памяти. Напишите, кстати, в комментариях или в chat, может быть, вы сталкивались с такой ситуацией, и может быть, у вас есть идеи, почему так происходит. Ну, а мы тем временем продолжим наш эксперимент и попробуем все то же самое, но с более ранней версией Java, с более ранним билдом, извините, с 171 билдом. Тоже восьмая Java, тоже самая Alpine, только другой билд. Давайте мы перебилдаем, например, перезапустим с помощью нашего магического шелскрипта. И еще раз это все продублируем. Хорошо, так, еще раз запустим докер-статки, чтобы наблюдать и мониторить состояние приложения. Хорошо, мы видим, опять же, такую же картину, 1 гигабайт ограничения контейнера и 244, которые используются сейчас. Давайте еще раз сделаем этот кирл-запрос на наш эндпоинт и посмотрим, что будет. Давайте еще подождем немножко. Смотрите, мы видим уже другой ответ от сервера, то есть мы видим empty reply from server. Это означает, что мы не получили никакого респонса, но это такой стандартный местечек урла, когда он не получает ответа. Также можем обратить внимание, что наш контейнер был убит. Ну, был убит, на самом деле, Linux-ядром. Это тоже довольно странное поведение. И странно, как минимум, то, что это поведение отличается от того, что мы демонстрирули только что на немножко более позднем билде Java, восьмерке. Давайте мы попробуем еще один вариант с 11-й Java и затем перейдем к анализу этих разных поведений и попытаемся понять, почему так произошло. Опять же, пишите в комментариях, если уже знаете. Будет интересно почитать. Так, давайте все это повторим на 11-й Java в последний раз. Опять же, запускаем наш билл-скрипт, который это все билдает. Так, окей. И опять идем в бэкер-сультацию. Хорошо. Опять же, видим гигабайт для инфиня и 129, используем в данный момент. Ну, и делаем тоже самое курловый запрос на AutoFarm RantPoint. Смотрим, что получается. Опять же, видим такое же поведение, как на 212-м билл-зе 8-й Java, контейнер жив, но использовал только приблизительно четвертью доступной памяти, несмотря на то, что есть гиги-селл. Окей. Собственно, давайте теперь вернемся к нашей презентации и попытаемся понять, почему так происходит, в чем же особенность. Так, давайте я перескрою туда, где мы остановились. Здесь все эти же самые слайды, просто чтобы было удобно потом посмотреть. Собственно, да. В чем причина различия вот этих вот двух примеров, которые мы продемонстрировали? На самом деле, трех даже. Здесь небольшая выдержка из орковской документации. Вы можете считать, я кратко расскажу, что здесь. Дело в том, что Java по умолчанию, если ей не указать ограничение по памяти на хип, то она будет использовать 1,4 доступной памяти для 4-гигабайтных машин 32-х разрядной архитектуры и до 128-ми гигабайт 64-х архитектурных машин. Короче, грубо говоря, на реальных машинах, которые, скорее всего, вы будете использовать, Java по дефолту берет 1,4 от доступной физической памяти. Вот. Если явно не указать ограничение по хипу. Соответственно, так. Ну и, собственно, да. Опять же, здесь же мы видим рекомендацию от самого Oracle, что не полагайтесь на дефолтные значения JVM и выставляйте их явно. Ну, собственно, по понятным причинам, потому что иначе мы получаем как бы недоиспользование ресурсов. Здесь есть еще одна выдержка уже немножко другого ресурса Oracle. Я решил все-таки оставить это все, чтобы вы потом могли почитать, но голосом скажу как бы вкратце суть. Дело в том, что Java до 121 билда не видит ограничений контейнера, то есть Java не понимает, что она в контейнере, и она видит всю память, доступную хост-машине. Соответственно, причина, по которой наша более минорная версия Java, ну, почему контейнер просто умирал? Причина в том, что Java пыталась использовать 1 четвертую от памяти, доступной хост-машине, а хост-машине доступно 32 гига оперативной памяти. Собственно, Java просто превышала лимит допустимый контейнеру, а Linux ядро в этом случае просто убивает такой контейнер, который пытается получить доступ к большему количеству памяти, чем он ограничен. Вот, то есть, собственно, ну, и здесь еще делается упоминание, что на самом деле для более ранней версии Java до 121 билда, есть на самом деле специальные JVM-параметры, которые позволяют как бы дать Java понять, что она раноится в контейнере, и избирать этой проблемы. Вот есть два-три параметра специальных Unlocked Experimental VM Options и UseGC Group Memory Limit for HIP. Это означает, что Java будет смотреть специальную пропорцию внутри контейнера, в которой она будет видеть реальный лимит контейнера. Собственно, давайте, может быть, резюмируем проблему, которую мы сейчас увидели, связанную с разными версиями 8-й Java и 11-й Java. Собственно, одна из проблем, которую мы увидели, это контейнер умирает, если получить больше памяти, чем доступно ему по конфигурации. То есть мы выставили 1 гигабайт, он пытался получить 1 четвертую от 32-х, и, соответственно, Linux его убивал. Проблема, которая из этого следует, это то, что мы не можем безопасно рассчитать, сколько контейнеров мы можем запустить на хост-машине. То есть, допустим, у нас есть в клауде 4-гиговая машина, и вот не зная этих особенностей или, скажем, не управляя ими явно, мы не уверены, сколько контейнеров можно разворачивать на такой машине, что тоже не есть хорошо, потому что ресурсы, скорее всего, будут либо недоутилизированы, либо будем получать какие-то проблемы. Ну и, собственно, вся проблема, которую мы явно видели, это то, что в сервисе мы получаем out-of-memory error при примерно 75% доступной памяти. То есть это явная недоутилизация. То есть причина out-of-memory может быть, конечно, разная, ее там можно по-разному обрабатывать, но так или иначе, если мы получаем эту ошибку, хотелось бы все-таки ее получать, когда памяти действительно нет. Вот такие проблемы мы можем явно выделить уже на этом этапе. Ну и, собственно, давайте подумаем, что можно с ними делать. А делать можно следующее. Можно явно ограничивать память Java и, соответственно, управлять количеством доступной памяти и самой Java и контейнеру явно. Но особенность Java и ограничение для нее памяти заключается в том, что на самом деле способов достаточно много, и при кажущейся простоте задачи, ну, может быть, для кого-то будет не очень очевидно, какой все-таки способ выбрать. Если на самом деле как бы сгруппировать вот эти доступные способы, которые мы сейчас видим на экране, то по большому счету разница заключается в том, что мы либо явно выставляем конкретный лимит, то есть конкретное значение фиксированное, за рамки которого Java не сможет выйти, либо мы пытаемся использовать какие-то способы, которые выставляют относительное значение памяти. И вот это относительное значение может быть относительно хост машины, относительно докер-контейнера, относительно чего угодно. Я даже видел на самом деле, пока готовился, такие извращения, когда записывалась некоторая переменная, которая рассчитывалась динамически, там, какими-то Linux-командами, и значение MaxHipA уже рассчитывалось, исходя из этой величины. Ну, как бы технически тоже можно сделать, но давайте все-таки подумаем, какой же способ стоит выбрать нам, какой мы считаем более надежным. Опять же, пишите в комментариях ваши идеи, ну, или в чате, каким способом ограничения памяти пользуетесь вы. Здесь можно обозначить следующее. Можно выставить MaxRam, MaxRamFlexion. Дело в том, что как раз-таки вот эта формула используется в NGVM, когда она высчитывает память по умолчанию, и вот этот MaxRamFlexion по умолчанию равняется четверке. То есть Java бьет максимальную память, доступную хост машине. И здесь, опять же, оговорка, смотря, что она видит максимальную память, доступную хост машине, потому что вот для более ранних версий ограничения контейнера не видны. И это значение просто делится на фракцию. По дефолту фракция, соответственно, по дефолту 2M берет 1,4 от доступной памяти. Этими параметрами можно управлять. Можно там Fraction выставить другой, там 2, 3. Fraction имеет дискретное значение 1, 2, 3, 4. То есть можем дать 25%, 50%, 75%, ну и, соответственно, 100%. Ну, второй способ, я думаю, всем известный, это просто фиксированное ограничение по MaxHip, вот этим параметрам, XMX. Есть также вот эти вот два параметра, которые доступны для Java меньше, чем в 1.1.1. Вот, ну и для Java 10+, появилась MaxRamp Percentage и UseContainerSupport. Специальные опции, по большому счету это похоже на MaxRamp Fraction, только что разница, что Percentage задается, ну, в процентах, а не в дискретных величинах, как вот было выше, 1, 2, 3, 4. Процент можно задать любой, там, 13, 16, какой хотите. Ну, и, собственно, вопрос, какой из этих способов выбрать. В общем, на самом деле, наверное, все-таки однозначного ответа нету. Это стоит упомянуть, поскольку бывают действительно разные ситуации, которые, может быть, сейчас нам сложно представить. Но все же наша рекомендация, моя в частности, будет использовать фиксированное ограничение памяти конкретным значением. Дело в том, что когда мы пытаемся отталкиваться ограничение памяти от каких-то меняющихся величин, например, размера оперативной памяти на хост-машине или же, может быть, от размера контейнера или от размера еще чего-нибудь, мы делаем некоторую транзитивную зависимость лимита памяти у Java от какого-то внешнего параметра. И как бы в тот момент, когда этот внешний параметр изменится, мы можем просто не помнить о вот этой транзитивной зависимости и получить какие-то не очень ожидаемые поведения. Поэтому с точки зрения определенной гарантии мы рекомендуем все-таки использовать фиксированный лимит памяти, который нам позволяет довольно четко и строго регулировать эту доступную память. Если в силу каких-то причин мы решаем этот лимит изменить, он также должен быть изменен явно. Давайте пойдем дальше. Поскольку мы решили, что все-таки установка конкретного фиксированного значения является наиболее предпочтительной опцией с точки зрения контроля в вашей памяти, то возникает вопрос, как же нам определить это значение. И на самом деле здесь тоже есть несколько разных вариантов, как вы можете видеть на экране. Собственно, один вариант, который никто не отменял, это угадать. То есть вам как бы никто не мешает выставить некоторое значение наугад, просто поднять ваш сервис, увидит, что он не падает, ну и в принципе его использовать. Это по понятным причинам нерекомендуемая опция, но как бы что есть, то есть. Второй способ – это измерить потребление памяти на вашем сервисе при высокой нагрузке тулами соответствующими. Их на самом деле много. Я здесь привел только несколько, наверное, наиболее популярных. Это Visual VAM из GDK пакета, стандартная тула, и G-профайлер. Но на самом деле гораздо больше. Есть там у IntelliJ IDEA своя, есть там, ну короче, есть много. Вот. Ну и на самом деле помимо вот этих вот профайлеров есть еще калькуляторы памяти. Я здесь привел один из них, он будет доступен в презентации по ссылке. Если, ну окей, наверное, сейчас не буду тратить время, но можете посмотреть после презентации. Суть этих калькуляторов памяти в том, что это отдельное приложение, которому вы на вход задаете какие-то требуемые в вашем случае величины, например, там максимальное количество тредов или максимальное количество классов, которое в принципе может быть загружено в вашем приложении, или же максимальное количество свободной памяти, которое должно остаться, когда ваш аппликейшн использует максимальный лот. И на основе этих входных параметров вот эти калькуляторы предлагают вам какое-то расчетное значение MaxHipA, при котором будут достигнуты все те критерии, которые вы указали. Я здесь привел один пример, ну их на самом деле есть несколько. Вот, можете посмотреть. Ну и, собственно, в нашем примере все-таки я, например, предпочитаю полагаться на профайлеры, поскольку они позволяют в лайве измерить показатели вашего приложения и принять осознанный выбор о том, сколько же памяти все-таки нужно конкретно в вашем случае. Ну, давайте попробуем это сделать. Сразу небольшая оговорка по конфигурации. Я сейчас это все покажу по коду, но, тем не менее, давайте явно это обозначим. Пример будем приводить на типичном микросервисном приложении. Под типичным я подразумеваю некоторые приложения, которые, с одной стороны, делают достаточно базовые бизнес-операции, то есть некоторый крут, там, create, update, delete, с какими-то бизнес-энтитями. Также большинство микросервисных приложений оперируют с какими-то месседж-брокерами, с сервис-дискавери. Большинство любых приложений, в принципе, ходят в базу, ну и у многих есть гитвей, application гитвей. Вот, поэтому мы сделали такой простенький пример вот этого приложения, который использует все эти элементы. Ну и, собственно, на нем посмотрим некоторые особенности поведения. Для нагрузки мы будем использовать вот такую вот либу, фреймворк, артиллерии, I.O. Это основанная на ноде клиент, который умеет принять эту нагрузку в зависимости от конфигурации. Мы потом посмотрим чуть более подробнее. Будем использовать 11-ю дровую саду, open-ded-key, jr-e-imagine. Ну и методики будем мерять visual-vm. Это стандартный GDK-инструмент, который есть в большинстве GDK-сборок. Ну, давайте продолжим. Сразу здесь перейдем, наверное, на лайв-часть. Здесь на принципе дублированы все шаги, которые мы будем делать. Для тех, кому интересно, будет потом это все посмотреть. Ну, давайте я коротко покажу сначала, что из себя представляет приложение, и затем приступим к его использованию. Собственно, как я уже сказал, это типовое микросервис приложения. Если мы посмотрим в Docker Compose, мы видим, что запускается некоторый бизнес-микросервис, который работает с какими-то аэнтити. Запускаются вспомогательные сервисы, такие как Averick и Gateway. Запускается база данных. Здесь я закомментировал несколько, ну, off-drop tool для мониторинга, ну, UI-тул для мониторинга Kafka. Он может быть интересен, если кто-то будет с приложением, просто запустить, убедиться, что действительно в очередь что-то падает. Зубь, это, собственно, сама Kafka, ну, и питч-фердминг для того, чтобы входить в базу, опять же, если интересно, убедиться, что там действительно что-то записывается и все работает. Вот, а здесь сразу небольшая горка по самому микросервису, которому будем использовать. Значит, хин довольно стандартный для того, чтобы получить проблему зависимости от базы данных. То есть мы спим, пока не будет доступна база данных. Ну, и вот эти вот параметры, они необходимы для того, чтобы делать native memory tracking у Java. Вот, мы в этом примере не будем этого делать, поскольку время достаточно ограничено, но кому интересно, может смотреть на что JVM расходует на этих меморий. Там код кэш, какие-то, ну, вспомогательные в области памяти, которые используются самим JVM. Вот, ну, и также мы здесь пробрасываем порт JVIII, который необходим для профайлинга, потому что мы будем профайлить наше приложение. Обратите внимание, сейчас мы никак не ограничиваем по памяти, то есть это я подготовил, но пока закомментировал memory limit для контейнера в 300 мегабайт. То есть сейчас мы будем запускать приложение как есть и просто посмотрим, сколько Java потребляет без ограничений и сколько она потребляет без ограничений под нагрузкой. Посмотрим на это поведение. Что касается самого микросервиса, это достаточно простой микросервис. У него нас интересуют в основном два endpoints. и просто кидает в топик и на создание, ну, условно, мы создавать ничего не будем, на создание новой интити, и есть метод findById, который находит такие интити. Есть, извините, есть listener, который читает из этого топик и просто пишет в консоль сообщение о том, что он прочел. То есть мы будем создавать новую интити, кидать их в топик, будет listener, и будет рестовый метод, который позволяет читать по ID. Собственно, на это у нас есть отдельный compose файл, который запускает наш артиллерий-клиент. Он использует вот этот вот ямлик для того, чтобы сконфигурировать нагрузку. Здесь тоже я очень вкратце обозначу основные моменты. Значит, мы будем напрягать и нет, и пост URL, поскольку, как вы понимаете, для тестирования предложения под нагрузкой мы должны нагружать все его составляющие части. То есть если он работает с очередями, то мы должны нагружать очереди. Если есть синхронные кид-инпоинты, нагружать их тоже. Все это нужно делать параллельно, поскольку только так мы сможем реально увидеть пиковое потребление ресурсов под максимальной нагрузкой. Вот эти два параметра определяют время, в течение которого будет происходить нагрузка. Ну и arrival rate – это количество виртуальных пользователей, которые добавляются с каждой секунды. То есть нагрузка будет возрастающая. В течение 300 секунд будет добавляться по 10 виртуальных юзеров, которые будут параллельно нагружать наше приложение. Ну, это, наверное, основные элементы. Все остальное, там, Kafka, Avrica, Gateway имеют достаточно стандартную конфигурацию, абсолютно ничего статистического, поэтому на них даже не будем останавливаться. Ну и давайте попробуем все это запустить. Ради экономии времени запускать я буду прямо через DE, чтобы… Ну, здесь есть плагин, несколько удобнее это все контролировать. Вот, поэтому будем запускать через DE. Давайте, собственно, запустим для начала наш просто Docker Compose, который запускает все наши сервисы. И посмотрим, как я удалю это с предыдущего примера, чтобы нам не мешало. И запустим наш комполог, который должен запустить все сервисы. И посмотрим, сколько ресурсов потребляется в режиме простоя, то есть когда нету нагрузки. Давайте мы сразу же сделаем Docker Stats, в котором будем мониторить параметры наших сервисов. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что там запустилось, что не запустилось. Так, база данных Hebrick, G2, Kafka, наш микросервис и Zuckerberg. Так, ну они еще стартуют. Давайте дадим им буквально немножко времени, чтобы стартануть. Вот, и, наверное, я сразу же тогда подключусь к Visual VM, через Visual VM к нашему приложению по GMX. И посмотрим. Давайте, наверное, до подключения мы сразу посмотрим Docker Stats, что нам показывает Docker Stats на этом этапе. Значит, мы видим, что... Кстати, сразу хочется сделать одну уговорку. Смотрите, мы видим, что у всех контейнеров есть лимит 24,8 гигабайта. На моей машине на физическом хосте на самом деле 32 гигабайта, но дело в том, что у Docker Demo всегда есть какое-то ограничение по доступной памяти. То есть это ограничение, которое, в принципе, у Docker потока на этом компе. Поэтому у Docker, так или иначе, недоступно больше, чем вот эта вот величина 24,8. Вот, это важно заметить. Ну и, собственно, нас интересует наш бизнес-микросервис, то есть на котором будет вся нагрузка. Вот, как бы, личный бутовый сервис в режиме простое. Мы видим примерно 750 мегабайт. Давайте вернемся к нашему Visual VM и подконнектимся по GMX порту. Посмотрим, каковы параметры в режиме без нагрузки. Так, вот нашла Local Application. Одну секундочку, давайте мы еще раз подключимся, потому что не всегда почему-то срабатывает подключение с первого раза. Давайте-ка перезапустим. По какой-то причине Visual VM иногда не совсем корректно работает. Так, вот он добавил Local Host, он его почему-то не показывал. Давайте-ка мы его, в принципе, если он рабочий, можем его использовать. Да, в порядке, смотрите, он работает. Давайте сразу же посмотрим на некоторые основные параметры. Значит, ну, во-первых, давайте коротенько вспомним, из каких областей состоит память Java, какие области используются. Это FIP, это Metaspace для метаинформации о классах, ну и, собственно, Live Thread. То есть это три основные области, которые нас будут интересовать. Ну, Live Thread и стэк память для потоков. Сразу же оговорка по FIP, поскольку он нас будет интересовать в первую очередь. То есть, как мы видим, текущий размер хипа, здесь указывается в байтах, равен примерно 540 мегабайт. И, как мы видим, Max Size для хипа указан 6,6 гигабайта. Собственно, 6,6 – это по той причине, что докер видит 24,8 гига на этой машине, ну и 6,6 – это примерно половина… о, sorry, 1,4 от доступной докеру памяти. По этой причине, вот без ограничения, Java выбрала себе 6,6 в качестве Max HIP Size. Вот. При этом, ну, текущий хип – это всего лишь 40 мегабайт. Хорошо. Значит, мы видим Live потоки примерно 99, примерно 100. Ну и по Metaspace видим в районе 85 текущее использование. В районе даже в районе 90, на самом деле. Хорошо, давайте мы посмотрели на эти параметры, видим, что хип используется достаточно спокойно, можно так выразиться. То есть Mailer Collection происходит достаточно редко, в свободном режиме, когда приложение не нагружено. Давайте же мы его нагрузим и посмотрим, что изменится. Возвращаемся в наш IDE. И давайте запустим нашу артиллерию, посмотрим, что получится. Вот. Это просто отдельный комполс валик. Я на всякий случай продемонстрирую. Вот, он просто запускает артиллерию, ничего необычного. Это довольно-таки стандартный скрипт. Давайте мы его запустим, только одну секунду. Посмотрим, что получится. Так, сейчас посмотрим. Все, значит, workload начался. Здесь он принтует некоторые параметры по запросам. Статистику максимальное время отклика, минимальное время отклика, медианное, среднее. Давайте мы посмотрим сразу в Docker Stats. Посмотрим, как меняется наш стат. Вот мы видим, что уже примерно на 150 мегабайт примерно увеличился расход памяти. Ну и давайте теперь вернемся к нашему профайлеру и посмотрим, что же происходит с нашим хипом, ну и вообще с остальными параметрами. Собственно, видим следующее. Во-первых, у хипа начали достаточно активно происходить major garbage collection. То есть память начала довольно часто отличаться. При этом мы можем обратить внимание, что размер хипа текущей, то есть 540 мегабайт, он не увеличился. Поскольку мы знаем, что JVM при необходимости может увеличивать хип вплоть до значения max, но, несмотря на нагрузку, значение все равно осталось текущим. То есть garbage collector в дефолтном 11-й джайе, вот он понимает, сколько ему нужно, и просто более часто начинает выполнять major collection, вместо того, чтобы просто поднять количество хипа. Ну вот это первое такое наблюдение. Второе наблюдение, которое мы можем видеть, это резкое возрасте количество live потоков. Мы видим, что их 141 в режиме нагрузки. Ну и можем посмотреть, что стало с Metaspace. Давайте сюда переключимся и видим, что Metaspace подрос, но незначительно. И на самом деле дальнейшего тренда на увеличение у него тоже нет. То есть сейчас Metaspace 103 мегабайта. Хорошо. Собственно, вот те изменения, которые мы сейчас наблюдаем, не ограничив никак наше приложение и увеличив для него нагрузку. Мы можем, на самом деле, дождаться, пока нагрузка завершится. Можем пока что продолжить с нашими слайдами. Нагрузка будет длиться, я напомню, 300 секунд, то есть это 5 минут. Поэтому можем пока что продолжить и потом посмотреть, как значение изменится, когда нагрузка исчезнет. Давайте я перейду в этот режим. Здесь, в принципе, вписано то, что мы сейчас наблюдаем. Смотрите, давайте сразу же по тредам я дам некоторые комментарии, поскольку в памяти у хитов с памяти Metaspace все более-менее понятно. Мы здесь видим конкретное значение, можем понять, сколько у нас ушло на хитов, сколько ушло на Metaspace. В потоке все, наверное, не совсем так очевидно. Как вы знаете, размер стека потока тоже регулируется отдельным параметром XSS для JVM. И, на самом деле, по дефолту для 64-разрядных машин он равен 1 мегабайт. То есть максимальный размер стека одного потока равняется 1 мегабайту. Соответственно, если бы мы хотели посчитать, сколько памяти уходит на стек суммарно в лайве, то есть в данный конкретный момент времени на все потоки, сколько уходит памяти на стек. На самом деле, посчитать это значение точно довольно сложно, потому что, во-первых, стек памяти используется только тогда, когда поток работает, то есть как только он завершил выполнение, эта память тут же очищается автоматически. Во-вторых, это максимальная память, доступная стеку одного потока, и это не означает, что поток будет использовать ее всю, то есть он может использовать меньше. Ну и плюс, как я уже сказал, потоки поднимаются, умирают, и в лайве это значение посчитать достаточно сложно, по-честному. Но, тем не менее, зная максимальный размер стек-сайза и видя некоторые лайв-значения по потокам, мы можем грубо посчитать максимальный размер стека, который в этот момент может быть использован. То есть это, грубо говоря, 141 мегабайт, учитывая, что 1 мегабайт на 1 поток. Вот, соответственно, сейчас мы можем примерно представить, сколько нужно нашему текущему приложению в режиме нагрузки. Напомню, нагружаем мы все его доступные инпоинты. То есть это примерно 141 мегабайт на потоке, примерно 100 на мета-спейс, то есть эти группы считают 250 суммарно, и хип-сайз у нас 540. То есть это получается примерно 800, ну, опять же, несколько округленное, но тем не менее. Давайте еще раз проверим так. 700, и да, 800 мегабайт только на память уходит. Ну, и, собственно, мы можем сделать еще одну проверку. Надо не забывать, что у докера-контейнера есть некоторый размер памяти, который уходит просто на сам образ. Давайте мы, наверное, здесь добавим еще одну вкладочку. в нашем терминале и посмотрим размер имиджа. Так, 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 так. Значит, как мы можем видеть, здесь оно не очень красиво, сколько публичка большая, но, тем не менее, можно заметить. Значит, мы видим, что для нашего микросервиса 232 мегабайта используется на виртуальную память. То есть, по сути, это на размер имиджа, можно сказать. То есть мы посмотрели, что 232 мегабайта – это размер имиджа. Примерно 800, на самом деле, немножко меньше, потому что мы там грубо округлили. Используются для памяти C++++, ну и, короче, грубо говоря, получается примерно 1 гигабайт на все под нагрузкой. Если мы сейчас вернемся и посмотрим на наш микросервис, ну, мы видим примерно эту картину. Здесь несколько меньше, но я так полагаю, что это связано с округлениями. Плюс один интересный момент, может быть, кому-то будет интересно. в самом деле вот в этих встречинах показывает не гигабайты и мегабайты, а показывает гибибайты и мегибайты. Может звучать, наверное, даже смешно, но… Ой, извините. Я покажу быстро, чтобы уже было… Если мы сравним 1 гибибайт… Давайте даже… Вот, вы можете видеть, что 1 гибиб – это, ну, 1 гибибайт чуть больше, чем 1 гибибайт. Вот, это такая более честная величина. Я думаю, не буду так подробно останавливаться, но смысл в том, что значения у доки указаны именно в гибибайтах и мегибайтах. То есть, это больше, чем аналогичные гигабайты и мегабайты. Соответственно, здесь мы видим примерно из чего состоит память для нашего контейнера из Spring Boot микросервиса. То есть, примерно 200 на сам имидж, примерно 540 на гиб, 140 на потоке и примерно сотня на метаспейс. Вот примерно из таких значений состоит. Сейчас мы можем пойти в нашу артиллерию. Одну секундочку. Так, сейчас мы можем пойти в нашу артиллерию, посмотреть, что она на самом деле закончила выполнение и вернуться в профайлер, посмотреть, какие значения получил наш сервис после уменьшения нагрузки. Значит, мы видим, что после уменьшения нагрузки метаспейс не меняется, то есть он остается таким, как было. Это, в принципе, понятно, потому что загруженные классы не выгружаются из памяти в метаспейс. Мы видим, что лайф-пик потоков уменьшился до 98, ну и также мы видим, что мейлер-коллекшенов в ТПП стали гораздо реже. То есть, вот такая вот была мясорубка при нагрузке и потом стал реже. Собственно, давайте временно вернемся к нашим слайдам и пройдемся чуть дальше. Так, прошу возвращения, здесь оно чуть слетело. Так, здесь мы уже поговорили. Смотрите, здесь хотелось бы сделать еще один комментарий. Дело в том, что, как я уже сказал, в типичном микросервисном приложении используются такие компоненты, как Message Broker, Service Discovery, Circuit Breaker, база данных. На самом деле, все эти параметры, точнее, все эти компоненты, они влияют на количество используемой памяти и влияют они в первую очередь, я бы сказал, на метаспейс и на потоки. Мы уже обратили внимание, размер метаспейсов и размер метаспейс области и размер стека суммарный, они достаточно значительные. Ну, то есть, это не пару мегабайт и не пару десятков даже. То есть, суммарно, в нашем случае, это 250 мегабайт примерно. На самом деле, вот эти вот компоненты, они напрямую влияют на размеры этих областей памяти. Вот давайте посмотрим на потоки в рамках нашего примера конкретного. Мы можем перейти во вкладку средств, мы здесь видим, сколько каких конкретно потоков, на что используется. И мы можем обратиться, что, например, на кавкалисонеры, видите, это все кавкалисонеры потоки, или, например, на кавкалисонеры уходит, на самом деле, достаточно большое количество потоков. У них часть простаивает, но, тем не менее, как бы при размере стек сайза в один мегабайт, они могут потенциально использовать каждый по одному мегабайту. И, на самом деле, очень похожая картина, например, с коннекшенами или там с circuit-брейкером. То есть, чем больше вспомогательных компонентов используется в нашем приложении, пока не буду переключаться, тем больше расходуется метаспейс и память на потоке. Давайте я временно переключу еще раз. Ну, собственно, здесь приведен пример аналогичного измерения для более раннего запуска. Это будет полезно для тех, кто, может быть, будет пересматривать или походить по ссылкам из этой презентации. То есть, мы здесь видим, и вот у нас стоит общая память контейнера. Ну, то есть, размер контейнера, который получается, если мы его не ограничиваем никак. Ну, собственно, здесь все те наблюдения, которые мы только что видели. Ну, и здесь приведены некоторые выводы из того, что мы только что видели. Значит, мы видели, что при повышении нагрузки достаточно существенно увеличивается количество лайф-потоков, что влечет за собой увеличение памяти на стэк. Значит, здесь мы также увидели, что на самом деле в Java достаточно большая часть памяти уходит на стэк и на метаспейс. То есть, нужно помнить, что Java — это не только куча, не только хип. Вот. Ну, и, собственно, здесь мы поняли, что если мы, измерив необходимое значение xmx для нашего приложения под нагрузкой, его явно выставим, то мы можем точно знать, сколько памяти будет потреблять наш контейнер. И таким образом мы сможем достаточно точно определить, какое количество контейнеров мы можем безопасно запускать на hardware определенной конфигурации. Здесь, на самом деле, я бы хотел сделать сразу же одну оговорку, которая определенно имеет значение. Вы можете сказать, что мы посмотрели на поведение приложения под нагрузкой, но что, если мы дадим ему меньшее значение памяти по хипу или же дадим меньшее количество памяти на контейнер, например, 300 мегабайт. Да, мы видели, что под нагрузкой без ограничений контейнер суммарно взял себе примерно 1 гигабайт памяти. Но мы могли бы, допустим, контейнер ограничить на 300 мегабайт, и он бы все равно работал. Ну, потому что там 200 ушло бы на имидж, и на самом деле Java способна запуститься при таком значении. Мы, наверное, сейчас это уже не будем проделывать, поскольку есть ограничения по времени. Но, короче, можно выставить сильно меньшее ограничение контейнера, и приложение все равно будет работать. И возникает логичный вопрос, как бы, как тогда выбрать, почему тогда не ставить самое маленькое, например. Но, я думаю, ответ здесь для многих будет предполагаемым. Можете написать, кстати, что вы думаете по этому поводу. Но на самом деле все дело в том здесь, что у Java используется, во-первых, используется несколько разных garbage-коллекторов. Дефолтные garbage-коллекторы отличаются от версии к версии, и на самом деле они там в 11-й Java и даже в более поздних версиях они уже достаточно умные. То есть garbage-коллектор, в принципе, умеет подстраиваться под любое количество доступной памяти. Он просто оптимизирует свою стратегию сборки. И, допустим, когда памяти достаточно, вот эти вот пики будут относительно редкими, на самом деле даже вот это значение, которое мы видим под нагрузкой, если смотреть в вкладке на временную шкалу, это получаются относительно редкие бики в major garbage-коллекшенах. Если мы дадим нашему приложению меньше памяти, сильно его урежем, допустим, до 300 мегабайт, то мы просто будем получать более частые major-коллекшены, что, естественно, отразится на перформансе и на average-тайме, потому что major garbage-коллекшены, они, естественно, имеют свой оверхед по производительности. Вот, поэтому я бы сказал, что в вопросе вычисления унифицированного некоторого значения max-hip-size, наверное, нету какого-то однозначного ответа, но моя рекомендация была бы такой. Мы можем дать сервису неограниченную память, мы можем нагрузить все endpoints и синхронное-синхронное нашего сервиса высоким лодом вот с помощью таких-то ловко-картиллери или, может быть, каких-то других скриптов по нагрузке. И, исходя из того максимального количества каждой области памяти, которая была использована при максимальной нагрузке, мы, в принципе, можем выставить max-hip-size и предполагать, что больше этого значения наш сервис потребовать просто не сможет, потому что на максимальных своих мощностях он требует вот столько. опять же, если у нас в силу каких-то причин есть дефицит ресурсов, мы, наверное, можем ограничить память и посмотреть, как, я имею в виду, меньше, чем используется без ограничений при максимальной нагрузке. Мы можем ограничить ее, посмотреть, насколько проседает наш перформанс, насколько более частыми становятся major garbage collection, но это уже, наверное, более частные случаи, когда у нас нужно, условно говоря, впихнуть много контейнеров на маленькое количество маркетингов. Вот. Здесь давайте мы перейдем обратно к презентации. Сразу же хочется сделать оговорку. Ну, здесь, в принципе, указаны выводы, которые я только что озвучил. То есть, во-первых, всегда стоит помнить, какую именно Java-версию вы используете и какие у нее есть особенности, поскольку, как я уже сказал, на данный момент достаточно много продакшн-проектов все еще работает. На восьмой Java, на разных версиях восьмой Java, которая ведет себя достаточно по-разному, как мы сегодня видели в примере. Поэтому, во-первых, нужно всегда знать версию, на которой вы запускаетесь, и особенности ее конфигурации по памяти. Потому что некоторые флаги появились в чуть более поздних версиях, некоторые флаги, наоборот, были деприкейтнуты, поэтому важно понимать это. Ограничивать нужно не только память Java, но и память контейнера. Мы сегодня посмотрели, из чего примерно состоит память контейнера. И хорошей практикой является ограничение памяти контейнера в том числе. В теории, если мы ограничили размер хипа в Java, то размер контейнера сильно не будет меняться, если у нас нету каких-то операций, которые интенсивно пишут лог или еще что-нибудь в файловую систему контейнера. Но, тем не менее, ограничить и контейнер в том числе определенно имеет смысл. Таким образом, мы как минимум не позволим некорректной работе одного контейнера на машине повлиять на работу остальных контейнеров. Мы можем достаточно четко понимать, сколько контейнеров может быть задеплойено на одной машине безопасно. Ну и третий момент, на который бы хотелось обратить внимание, это то, что память Java – это не только куча, не только хип. Как мы сегодня видели, метаспейс и потоки могут использовать достаточно большую часть памяти. Об этом нужно помнить. Об этом нужно помнить. Ну и на самом деле, есть еще одна рекомендация, которую хотелось бы дать. В некоторых случаях бывает такое, что микросервис имеет достаточно типичную там круглогику, то есть он просто обрабатывает entity, создает, удаляет, updated, и, допустим, у него есть только один какой-то endpoint, который очень интенсивен по либо процессорному времени, либо по памяти. Ну, я не знаю, он делает что-нибудь очень специфическое. Так вот, в этих случаях, естественно, наверное, не имеет смысл давать общий хипсайз большой такому сервису, только лишь потому, что у него есть один, ну, грубо говоря, прожорливый endpoint. В этих случаях, наверное, всегда стоит помнить про какие-то сервер-лес решения, и, может быть, перемещать такие отдельные, ну, такую логику, например, в какие-то Azure-функции или амазоновские лямбда-функции. Вот. И сервису уже давать ограничения в соответствии с его наиболее базовыми задачами. Вот такая рекомендация, которую тоже хотелось бы дать. На самом деле, это все, что сегодня хотелось бы показать. Хочу отметить, что в создании этого доклада мне помогал Паша Шендеров, коллега из EPUM. Ну, и здесь, на презентации вы видите наши e-mail, и поэтому, если какие-то вопросы, может быть, будут возникать позже, можете их отправлять на e-mail. С радостью ответим вам. Также вы можете видеть список материалов, который был использован в рамках этого доклада. Также здесь есть ссылки на оба репозитория, которые использовались для демонстрации. Есть ссылка на калькулятор. Вот. Пожалуйста, смотрите, если какие-то вопросы спрашиваете. Ну, и спасибо за внимание. Спасибо, Кирилл. Очень крутая презентация, крутые примеры. Я видел там, там были вопросы. Давай пойдемте по вопросам Роману ответить. Хорошо. Я, наверное, могу останавливать шаринг, да? Ты можешь оставить, если хочешь, я открою. Не проблема. Так, вопросов немного, но на самом деле я видел прям даже очень интересные были. Давай. Отсмотри. Так, пойдем по порядку. С каким максимальным размером хип можно запустить Java процесс на контейнере с одним гигабайтом памяти? Я понял. С каким максимальным значением хип? Ну, я, честно говоря, такой эксперимент не проводил, поэтому точное значение я, наверное, не назову, но, как бы, его, наверное, конкретно у этого приложения его, в принципе, можно посчитать довольно несложно. То есть мы видели, что у нас 232 на virtual size, то есть это размер имиджа, а 250, грубо, на потоке и на метаспейс, то есть это получается ну, примерно 500, там 480, да? Примерно. Вот, соответственно, всю остальную память, это там 540, 550 можно пробовать отдавать хипу, и, кстати, это то значение, которое Java выбрала сама по умолчанию. Вот, я думаю, что примерно так. Наверное, можно попробовать побольше значения выбрать, учитывая, что все-таки потоки, ну, как я уже говорил, не расходуют память на постоянной основе, вот, но примерно вот так, я бы сказал. Ну, да, то есть вопрос такой общий, и для каждого приложения это будут разные цифры, очевидно. Да, поэтому вы вот меряете свое приложение и поймете, какой минимальный размер хипа надо выделять. Так, погнали, следующий. Вопрос не по Савжу, что есть Adopt OpenJDK, и в чем отличие от OpenJDK? Ну, это на самом деле еще один вендор, который делает свои сборки. Наверное, основной, ну, я могу так сказать, что как минимум по количеству vulnerability Adopt OpenJDK, ну, как-то обыгрывает OpenJDK. То есть, если вы знаете, у многих платформ, ну, и, в принципе, есть тулы отдельные для этих целей, которые умеют анализировать имиджи на vulnerability, какие-то well-known. Вот. И, например, в моем опыте, когда я переходил с OpenJDK на Adopt OpenJDK, Adopt OpenJDK, ну, там, во многих примерах не было vulnerability вообще, которая well-known, которая находят тулы, а у OpenJDK просто они были. Ну, и, насколько я знаю, Adopt OpenJDK, там вырезаны какие-то элементы из имиджей, которые там, в которых нет нужды, и они просто легче. То есть, по размеру Adopt OpenJDK, по-моему, сильно легче любых других имиджей. Вот. Спасибо. Смотри, такой вопрос. Есть ли рекомендуемые подходы инструменты, которые позволяют автоматически рестартовать контейнер, если Java ловит OutOfMemory Error? Ну, конечно, есть. Смотрите, как бы, во-первых, никто не отменял оркестраторы, да, типа Kubernetes, как бы, у них есть определенные полиси, при которых они выполняют рестарт, и, в частности, ну, по дефолту, если ваш контейнер умер, то куб будет его рестартовать, например. Вот. Поэтому, если вы, допустим, никак не кетчите ваш OutOfMemory Error и ваш контейнер, опять же, по бест практикам обычно процесс в Docker контейнере запускается под рутовым юзером, ну, точнее, не под рутовым, под первым процессом. И в таком случае, если приложение умирает, умирает весь контейнер, но это для куба, допустим, триггер для его рестарта, поэтому он будет рестартовать. Если вы используете какие-то кастомные решения, я не знаю, ну, я имею в виду какой-то свой оркестратор, я думаю, что аналогичные механизмы тоже должны быть. Вот. То есть вы можете делать какие-то лайв на спробы и там пинговать ваш сервис с какой-то частотой, если они не проходят, то там поднимать еще один инстанцию. Ну, куба-то из коробки делает. Ну, на самом деле, да, там уже в комментах ответили, что кубернетис, как вариант, или в самом доке есть рестарт-полиси. Да, да. Вопрос больше про память. Имели смысл выставлять XMX и XMS одинаковые значения? Хороший вопрос. Я бы сказал, наверное, что в определенных ситуациях имеет. Смотрите, дело в том, что если мы выставляем только XMX, то Java выбирает некоторое initial значение, которое ей кажется более удобным, и затем его просто увеличивает по мере потребления большего количества памяти. И если мы, допустим, знаем, что наше приложение... Ну, естественно, каждое такое увеличение, но это какой-то небольшой оверхед по производительности. Ну, потому что, когда происходит увеличение, Java на это тоже использует ресурсы. И если мы, допустим, знаем, что наше приложение будет высоко нагружено, либо мы знаем, что оно после старта выполняет какую-то логику, которая все равно поднимет memory usage, то, вероятно, имеет смысл сразу же выставить XMX равен XMS, sorry, XMS равен XMX, и таким образом просто избежать этого оверхеда, который все равно будет. Ну да. Ну, на самом деле, про это уже, наверное, много раз говорили, про эти два параметра можно погуглить. Да. Еще один вопрос. Насколько больше должна быть разница между размером Java и размером контейнера? Ну, я так полагаю, вопрос между общим размером, ну, общим размером памяти, которую Java употребляет, и размером контейнера. Ну, как бы, смотрите, кстати, да, хороший вопрос, потому что я хотел еще одну вещь упомянуть, забыл. На самом деле, есть же такая штука, как Native Memory в целом, и есть там механизмы ее трекать. Это некоторая память, которую использует сама Java МК для своего функционирования, то есть она там кэшит какой-то код, там JIT-компиляция туда залетает, плюс, насколько я помню, у Garbage Collector на самом деле есть еще какая-то область, которая чисто утилитарная, которая как бы не используется для размещения ваших объектов там. Короче, такая область памяти есть, я ее, по-моему, мерил, она достаточно маленькая относительно общего объема, она там суммарно может быть мегабайт 50, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот. И, соответственно, ее как бы тоже нужно учитывать, но в остальном, смотрите, у вас есть размер имиджа, у вас есть размер памяти, которая расходуется на Java. По большому счету, вот это плюс-минус может быть размером контейнера, но здесь нужно учитывать одну вещь. Ваш контейнер может там делать какую-то работу, которая, ну, не знаю, писать логи, например, да. И если у вас нету никакого ретеншена на логи, то есть он бесконечно их пишет, то в конечном счете, ну, на свою файловую систему, я имею в виду, а не куда-то наружу, то размер контейнера будет увеличиваться. И, наверное, если вы сделаете впритык размер имиджа плюс размер Java памяти, и он пишет лог, то, наверное, он будет падать. Вот. Поэтому, если у вас таких операций, которые чем-то забивают память контейнера, нету, вы можете просто брать размер имиджа плюс память Java, ну, может быть, с небольшим гэпом с учетом вот этих native memory. Если же что-то пишет, ну, тогда это нужно просто учитывать либо писать куда-то наружу. Ну, как-то так. Спасибо. Слушай, это был последний вопрос. Нам теперь нужно выбрать победителя, какой тебе понравился больше всего. Окей. Могу ли я взглянуть на вопросы? Я уже не шарикан, правильно? Я не вижу. Ну, уже нет. Одну секунду, я гляну тогда еще раз на вопросы. В принципе, все были интересные. Все вопросы были интересные. Смотри, был вопрос про максимальный размер хип для памяти, для Java процесса в контейнере на Geek. Был вопрос про Adopt OpenJDK. Да, да, я вижу. Ну, знаете, может быть, я бы сказал, наверное, про максимальный размер памяти при контейнере в Geek, поскольку, как бы, ну, я этого не делал и сходу ответа не было. Вот, заставил я немножко подумать. Я бы, наверное, этому вопросу отдал. На вопросу звездочкой. Так, его задавал Дмитрий. Дмитрий, поздравляем, вы победили, выиграли ключик от IntelliJ IDEA. Можете связаться с MGST через Инстаграм или написать через Ютуб, и мы придумаем, как вам подарить этот ключ. Вот. Кирилл, еще раз спасибо. Реально очень крутой доклад. Я вижу, что у кого-то сгорело мясо в духовке из-за интересного доклада. Уж простите. Да, ребята, и спасибо всем, кто пришел сегодня. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, колокольчики. Для нас это реально крутой стимул, чтобы продолжать работать дальше, находить топовых спикеров, самые интересные темы. Поэтому, да, подписываемся. Спасибо еще раз всем, кто пришел. тебя, Кирилл, еще раз спасибо. Спасибо, ребят. Я думаю, все. На этом всем пока. Спасибо. Спасибо.